друзья всем привет и мы продолжаем приключение нашего любимого щенка хэнка итак друзья давайте ка посмотрим что у нашего что новенького у нашего щеночка и так здорово наступил день и давайте-ка отведем его туалет пусть пока делает свои дела замечательно очень хорошо здорово и сегодня друзья мы будем рассказывать о подсказочках будем открывать животных согласно ваших подсказочек передавать приветы ну и конечно же кормить и купать нашего хэнка здорово здорово итак купали моему нашего любимца вот такой вот симпатяшка няшка получился благодаря вашим отзывам и комментариям попросила подписчица вот так интересно одеть нашего хэнка ну что же по моему очень мило и здорово получилось и так покормим немножко арбузиком и давайте-ка друзья передаем приветы и так большущий привет от нашего любимого щенка хэнка всем нашим подписчикам и зрителям кроме того еще особый привет маше всеми вражеских екатерине бодяковской и катя лапе и настя лапе девчонки большущий большущий вам привет от нашего любимого щенка хэнка ну что же здорово друзья давайте-ка докормим нашего хэнка дадим ему еще какую-то вкусняшечку ой-ой-ой не туда я зашел давайте кого дадим ему какую-то вкусняшечку так чтобы ему интересному подобрать а давайте-ка друзья ему возьмем еще кусочек пиццы и и и и и ананас вот смотрите как здорово вот сидим пиццу а ананас и арбузик оставим на следующий раз ну что же а теперь друзья давайте-ка отправимся в гардероб и так друзья не обижайтесь если не удается вот выполнить вашу просьбу и одеть костюмчик тот который вы хотите то есть я стараюсь друзья чтобы или по списку те если же два-три отзыва тогда уже вне очереди вот этот костюмчик выставляю вот есть у меня вот такая вот маша семи вражеских очень просила футбольную экипировку и подводный шлем по моему уже третий раз вот два раза это точно но по моему уже третий раз она просит это сделать что же иду ей навстречу а дальше друзья если не будет других голосов буду идти по списку так что же нет не обижайтесь у меня все записано то есть идем по списку и так футбольная экипировка и шлем подводника вот такой вот необычный вот получился у нас хэнк зовут работ довольно таки интересный довольно таки забавный симпатяшка ну что же друзья отправляемся с вами на ловлю редких животных посмотрим удастся ли нам кого-то поймать отлично отправляемся на пляж его друзья попалась у нас рысь редкое животное правда интересно посвечивается или нет нет по моему не посвечивается или посвечивается да да друзья еще одно фото получилось удалось нам поймать рысь вот кроме того друзья вот поймали хорошая фотосессия со львом отлично вот кстати друзья одна и подписчица вот подсказала как нам как поймать рынке и сегодня благодаря этой под этим подпас подсказкам мы попробуем друзья вот поймать полностью хрысь итак вот кстати друзья давайте-ка я зачитаю так написала подписчица что очень здорово ловить и рыс на пляже причем найдет игрушки костер на клубочек на гольф и подушечную крепость и Итак, друзья, давайте-ка я заменю вот этот телепорт на подушечную крепость. Но вначале, друзья, давайте-ка мы посмотрим, возможно, уже на подушечную крепость я ловил рысь. Итак, давайте-ка посмотрим те игрушки, на которых я уже ловил. Итак, вот есть всевозможные игрушки. Смотрю, есть ли здесь подушечная крепость. Просматриваем, посматриваем. Вот здорово, здорово, здорово. Множество игрушек. Пока не вижу подушечной крепости. Дальше подгружается. Нет, по-моему, друзья, не использовал я подушечную крепость. Но это здорово. Сейчас, значит, мы вот эту игрушку поставим и попробуем поймать на неё вот нашу рысь. Отлично. Вот, закрываю. Кстати, нужно было бы и другие, посмотрите, игрушки. А именно костёр, клубочек, гольф. Ну, пока пусть будет так. Итак, друзья, давайте-ка заменим этот телепорт на подушечную крепость. Я надеюсь, что нигде подушечная крепость у нас не активирована. Нет. Вот, готово. Итак, других животных не видно? Не видно. Ну что же, а кстати, о какой же еда? А блины? Блины нужны для того, чтобы поймать рысь. С этим всё понятно. Ну, здорово. Давайте-ка её, друзья, ещё раз убедюсь или убежусь, что она любит блины. Да, любит блины. Вот, замечательно. Ну что же, попробуем, попробуем поймать это животное. Вот, разок обновлю, а тогда, друзья, уже позже займусь, после обновления займусь подсказочками наших подписчиков. Отлично, пошло обновление. Итак, наши подписчики очень просили, чтобы рассказать, как поймать хип-хопотама и пляжную черепашку. К сожалению, больше я вот просматриваю не увидел, чтобы ещё какие-то, возможно, были ещё обращения об животных. Но пока я вот только этих два животных. И да, да, друзья, видите, вот сработала подсказка подписчицы. Удалось нам поймать ещё рысь. Вот, здорово. Удалось, удалось поймать. Кроме того, ещё и удалось поймать этого ёжика. Ну что же, чудесно. Чудесно, чудесно. Итак, друзья, вот очень хорошее начало фотосессии. Давайте-ка я, друзья, уже расскажу, как поймать хип-хопотама и пляжную черепаху. И продолжим ловить рысь. Итак, что нужно поймать, чтобы вот поймать этого бегемотика хип-хопотама? Всё, друзья, в принципе, просто. Давайте-ка мы зайдём, посмотрим. Итак, 36 фото у меня есть. Главное, что хип-хопотам любит, это бургеры, друзья. То есть берите бургеры, идите с ними. Вот я вижу, он, в принципе, везде ловится. Наибольшее это было лавовая плата. Там он больше ловился. Вот, вижу. Кроме того, есть три любимые игрушки. Это вот автомойка. Это гонг. Ага, набор диджей почему-то загрузился. И вот ещё вечеринка. Да. Вот три любимые игрушки. И проходите просто по игрушкам. Видите, 36 фотографий. Я его специально не ловил. Он здорово сам попадал. То есть на лавовом плато он неплохо идёт. Хотя, вот видите, в других локациях тоже попадал. Вот. Вот. И вот и на берегу, и возле пляжа, и возле водопада, по-моему, тоже. Но больше это пляж и лавовая плата. И, по-моему, лавовая плата даже больше, чем пляжа. Ну что ж. И сейчас, друзья, давайте-ка мы ещё посмотрим пляжную черепашку. Как же поймать это забавное животное. Вот она. Вот она, пляжная черепашка. Итак, что же нужно, чтобы поймать эту пляжную черепашку? Главное условие это ананас. Вот она любит. Кроме того, вот три любимые игрушки. Это радиоуправляемая машинка. Это у нас мини-гольф. И это у нас глобус. Вот так. Вот удавалось мне её поймать на множество игрушек. В принципе, 23 игрушки. Нет смысла зачитывать. Вот могу сказать, друзья, что в принципе наибольшая она попадалась на лавовом плато. То есть идите на лавовом плато, меняйте игрушки. Здесь она намного больше попадалась, чем в других локациях. Хотя вот и на других тоже попадала. И вот вижу, локация пляж попадала. Ну, конечно, огненного плата побольше. Побольше в основном это огненная плата. Но вот есть и фотографии, и пляжа. Ну, по-моему, друзья, понятно, здорово. А сейчас давайте-ка вот вернёмся к нашей рыси. Довольно-таки хорошее начало фотосессии. Две рыси удалось поймать. Давайте-ка я сразу же заменяю игрушку. Раз на подушечную крепость попала, значит больше не попадётся. И заменю её на вечеринку. И сейчас, друзья, очень интересно мне зайти с вами вот в подсказочки. Вот, посмотреть. Вернее, не туда я зашёл. Не туда нажал. Но, тем не менее, друзья, давайте-ка вот мы с вами вот зайдём на пляж. Выберу я подсказочки и те фотографии, на которых мне удавалось поймать рысь. И посмотрим, друзья, удавалось ли мне поймать её именно на костёр, на клубочек и на гольф. Итак, зайдём, друзья. Костёр, клубочек и гольф. Ну, пока не вижу. Пока не вижу. Давайте-ка просмотрим. Так, не вижу пока тех игрушек. Вот, на костёр удалось. Всё, костёр, друзья, отпадает. Остался клубочек и гольф. Ну, что же, посмотрим сейчас и другие, друзья, подсказочки. Вот так, замечательно, замечательно. Вот, да. А вот клубочек и гольф я не использовал. Ну, что же, друзья, давайте-ка мы сейчас используем вот эти две подсказочки. И попробуем на них поймать нашу вот эту чудесную рысь. Отлично, соберу бонус. Итак, какую же игрушку заменить? Давайте-ка, друзья, я попробую заменить вот этот унитаз на гольф. Либо-либо посмотрим, что здесь у нас ещё есть. Либо клубочек. Ну, вначале гольф, мне кажется, вот есть гольф. Да, здорово. И попробуем ещё вот заменить на клубочек. Так, где же у нас клубочки? Вот. Причём вот у нас два клубочка с разной пряжей. Давайте-ка я вот и сразу же вот эту грушу тоже заменю на другой... На другую, с другой пряжей. Вот так. Да. Ну, что же, здорово, друзья. Итак, готово. Давайте-ка попробуем обновить феромоны и посмотрим, что из этого получится. Удастся ли мне привлечь благодаря вот этой подсказочке? Это, по-моему, Настя Лапа мне подсказала вот эти все подсказочки. Итак, и да, 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 удалось, удалось. Видите-ка, какая хорошая подсказочка. И удалось поймать рысь. Очередное фото, 27-ое. Неужели, друзья, сегодня удастся закрыть фотосессию с рыси? Если бы мы это сделали, это было бы здорово. Ну, что же, давайте-ка я пока, друзья, вот заберу сразу же вот этот клубочек ниток. Вот вместо него возьму чемоданчик. Ну, и, в принципе, либо другую игрушку. Вот та готова. И сейчас попробуем обновить. Попробуем, постараемся вот поймать еще. Вот, очень здорово идет рысь. Возможно, друзья, удастся еще ее поймать на какую-то игрушку. Итак, пошло обновление феромонами. Удастся ли нам поймать рысь на какую-то игрушку? Так вот, удалось поймать ежика. Удалось поймать носорожку. Давайте-ка я ее вот сфотографирую. Вот, чудесно. А дальше непонятно. Дальше мы сейчас посмотрим. Итак, кто здесь у нас? И да, 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 да. Вот неожиданно удалось поймать рысь, но не на ту игрушку, что я хотел. Удалось поймать ее на наушники. Наушники. Вот, ну что же, чудесно, чудесно. Давайте-ка, друзья, сразу же вот еще сфотографирую вот этого тигра. И заменю вот эти наушники с рысью. Вот, причем, друзья, наверное, я вот сделаю так. Есть у нас вот такие наушники. А возьму еще модные наушники. Вот. Вот, может, рысь на модные наушники лучше пойдет. И так здорово. То есть, очень здорово все идет. Давайте-ка обновим, посмотрим, неужели удастся еще поймать нам рысь. Ну что же, очень долго уже у меня не было вот такого вот хорошего, вот, хорошей ловли животного. Хотя, вот видите, накаркал. Вот, не попалась больше рысь. Хотя, вот, есть мини-гольф, есть другой клубочек ниток. Вот, выбрал я другие наушники, но пока не попалась. Ну что же, надеемся, друзья, что еще попадется. И так, есть у нас вот, а, кстати, вот еще вот этот интересный красный панда посвечивается. Давайте-ка мы его тоже вот хорошо поймали. Ну что же, неплохо, симпатично, здорово все получается. Итак, друзья, обновляю феромонами и посмотрим, что из этого, друзья, получится. И так, пошло-пошло-пошло обновление. Замечательно, замечательно. И кто же, кого же мы привлечем? Вот, опять посвечивается вот этот пингвинчик императорский. Вот, поймали мы пандочку. Вот, посвечивается замечательно. А вот, не хотят уже идти к нам рысь. Никакую. Ну что же, друзья, давайте-ка я третий раз еще обновлю феромонами. Если не попадется рысь, значит уже лимит везения на сегодня исчерпан. И так, очень здорово ее сегодня поймали. Ну что же, обновляем, обновляем феромонами. Открываем баночку, пробуем пролеть животных и посмотрим, что же из этого получится. И так, и так, пошло открытие. И да, 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 друзья, удалось, удалось, все же сработала подсказка подписчика. Вот видите, недаром все же подсказывали наши подписчики. И да, 29-я фотография, еще одна фотография. И, друзья, фотосессия с рысьей будет закрыта. Вот, правда, уже не знаю, какую игрушку ложить. Вот видите, вот костер у нас был, клубочек я вот тоже сработал. Гольф сработал, подушечная крепость сработала. То есть, три подсказки, друзья, сработали. А четвертая у нас была. Ну что же, очень здорово, очень приятно. Давайте-ка, друзья, я еще вот этого белого тигра сфотографирую. Тоже для коллекции, чтобы больше не подсвечивался. Вот так. И вот есть еще у нас серый носорог. Давайте-ка. А, это не серый, это белый носорог. Ну что же, чудесно, чудесно, очень классно, друзья, все получилось. Давайте-ка я уберу вот эту игрушку. Гольф, правда, в что место нее поставить, непонятно. Ну что-то за кристаллы, скорее всего. Либо, либо вот такой вот пылевык поставить. Хотя, мне кажется, на пылевык мы уже ловили. Вот нашу рысь. Возможно, друзья, какую-то другую игрушку. Ну, возможно, давайте-ка я поставлю вот арфу. Как-то вот так. Ну что же, отлично, отлично, замечательно. Давайте-ка соберем бонусы. И обновим. Возможно, друзья, было бы здорово, чтобы мы действительно сегодня закрыли фотосессию рысь. Но это было бы, конечно, супер. Итак, пошло обновление. И удастся, либо не удастся. Ну, пока не удается. И нет, удалось! Да, 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 друзья, вот я поставил чемоданчик. И супер! И сегодня мы закрываем фотосессию с рысей. Вот так. Да, здорово, чудесно, замечательно, друзья. Очень классно, очень здорово. И у нас совсем мало осталось редких животных. Давайте-ка мы посмотрим, кто у нас еще остался. Но вначале я сфотографирую вот этого слоника. Что же, чудесно, чудесно, неожиданно даже для себя. Вот благодаря подсказочкам наших подписчиков подсказали, вот как закрыть рысь. Кстати, друзья, у меня еще вот есть подсказочка, как закрыть аризонского феникса. Подсказочка насчет синего крокодила. Ну, давайте-ка, друзья, вот посмотрим, кто у нас остался. Давайте-ка мы зайдем, посмотрим. Итак, начнем сначала. Первая страничка у нас закрыта. Зайки. Зайки и кролики. Вернее, это все кролики. Здесь нету зайчиков. Так, первая страничка закрыта. Вторую, друзья, мы тоже уже полностью закрыли. Третья страничка закрыта. Чудесно. Итак, четвертая страничка не закрыта. Только три фотографии аризонского феникса еще нужно закрывать. Так, это была четвертая страничка. Вот, пятая страничка, друзья, сегодня мы уже закрыли. Чудесно. Так, шестая страничка не хватает фотографий с облезубого тигра. Только пять фотографий. Итак, продолжаем, друзья. Седьмая страничка закрыта. Восьмая страничка не хватает радужного хамелеона фотографий. Вот так. Девятая закрыта. Десятая страничка закрыта. Одиннадцатая страничка закрыта. Двенадцатая страничка не хватает фотографий злоторога. Вот, чудесно. Так, тринадцатая страничка мы закрыли ее. Это слоники. Четырнадцатая страничка лисы закрыли. Очень долго лисоблона не мог закрыть. Но закрыли. Так, бегемоты у нас закрыты. Ёжики и дикобразы закрыты. Вот, лошади и пони закрыты. И ослики. А вот восемнадцатая страничка с пегасмолнией и единорогом не закрыты. Нужно закрывать. Итак, девятнадцатая закрыта. Двадцатая страничка закрыта. Вот двадцать первая страничка закрыта. Вот двадцать вторая закрыта. Двадцать третья страничка закрыта. Двадцать четвертая страничка тоже мы закрыли. И двадцать пятая страничка. Остался у нас синий крокодил. Вот, друзья, видите, осталось всего шесть животных, которым надо нам закрыть. И вот полностью будет все у нас выполнено. Ну, это, конечно, здорово. Немножко нереально. Вот подсказка насчет синего крокодила. Что он любит суши и свеклу. Ну, свеклу, вот, удивительно. Хотя, друзья, вот здесь в подсказках пишется, что нас синий крокодил любит леденцы, косточки. Но на них он очень вредно, плохо идет. Ну, что же, друзья. Давайте-ка я попробую вот поймать вот этого синего крокодила на суше и на, вот, на, как, на свеклу. Вот подписчик вот так предлагает. Давайте-ка мы этого и сделаем. Попробуем еще сегодня вот здесь поймать синего крокодила. В принципе, было бы еще здорово Аризонского Феникса. Вот подписчица пишет, что здорово он должен идти на хрустальный шар. Да, наверное, давайте-ка мы начнем с Аризонского Феникса. Причем мы еще не посещали с вами лавовые платы, а там, возможно, какое-то редкое животное есть. Итак, давайте-ка посмотрим, что здесь у нас делается. Вот, ну, вначале, конечно же, соберу бонусы. Вот так, ой-ой-ой, что это подсвечивается. Вот, не готов, не готов я пока менять игрушки. Вот, кто здесь у нас подсвечивается. Подсвечивается вот такой вот военно-морской котик. Ну, что же, приятно, друзья. Давайте-ка я попробую все же поймать Аризонского Феникса. Вот, пишут, что он любит вот хрустальный шар. Поставлю я хрустальный шар и попробуем на него подпоймать вот это животное. Итак, заменю-ка я вот этот шлем викинга на хрустальный шар. Вот, а еду какую нужно Аризонскому Фениксу, непонятно. Ну, давайте-ка, друзья, я попробую, поэкспериментирую и выберу. Либо что-то за кересталлы, пусть это будет тортик. Надеюсь, друзья, что же Аризонский Феникс лучше пойдет на тортики, чем на что-то другое. Ой, а я что-то не понял, а почему здесь мячик вместо хрустального шара? Что-то, что-то, что-то не сработало, друзья. Так, вот, но здорово удалось поймать афро-ежа. Неплохое фото. Почему вот вместо хрустального шара появился вот такой вот мячик, непонятно. Давайте-ка, друзья, я еще что-то поменяю. Я же ставил хрустальный шар. Почему появился пляжный мячик, непонятно. Так, где же, где же наш хрустальный шар? Вот, ищем, ищем. Вот он. Да, меняю. Вот, здорово. Итак, друзья, давайте-ка попробуем обновить и посмотрим, что из этого получится. Отлично, пошло-пошло обновление. Итак, кого сумеем мы привлечь? Очень интересно. Вот, в прошлой части, друзья, в принципе, мне тоже подсказывали, как поймать Аризонского Феникса. Давайте-ка я вот открою и посмотрю свои записи. Записи. Отлично, отлично, отлично. Вот. Ну, что-то я пока не могу найти, поэтому, друзья, не буду пока искать. Так, какую же еду ложить нашему Аризонскому Фениксу непонятно. Но пока давайте-ка, друзья, еще вот сфотографирую деда лося и золотистого тамарина. Старые пусть будет. Как этого вредного деда лося сфотографировать? Ну, попробуем вот так. Да, удалось, удалось. Замечательно. Итак, что же любит кушать Аризонский Феникс? Друзья, кто-то из подписчиков что-то писал. Но сейчас, друзья, что-то немножко я запутался в записях, поэтому не могу точно сказать. За золоторога вижу, а вот за Аризонского Феникса, друзья, нужно смотреть. Нужно смотреть. Я немножко запутался, поэтому не могу точно сказать, на какую еду кто-то писал из подписчиков. Вот, а что и как, немножко подзабыл. Ну что же, давайте-ка, друзья, я еще раз попробую обновить. Если не получится, тогда попробуем еще забросить еду для нашего синего крокодила возле пляжа и возле водопада. Итак, что же у нас получается? Пока ничего не получается. Нужна какая-то особая еда, чтобы поймать Аризонского Феникса. Пока пусть хрустальный шар здесь будет. Пока не буду я трогать. Давайте-ка, друзья, и лучше отправлюсь с вами, чтобы не тратить время. Вот, пересмотрю свои записи. Выделю, на какую же еду лучше ловить Аризонского Феникса. А попробую здесь, вот, давайте-ка посмотрим, нет ли здесь кого. Вот, попробую здесь вот заложить. Вот, рекомендуют нам ловить синего крокодила либо на суше, либо на свеклу. Давайте-ка я, наверное, и, друзья, начну вот со свеклы, потому что на суше я здесь часто кого ловил, а вот на свеклу очень редко. Ну что же, собирай, собирай бонусы. Вот так. Хорошо, отлично. Вот, здорово. Вот, и попробуем обновить феромоны и попробуем, что из этого получится. Кстати, если ничего не привлечу, попробую суши. Ну, здорово было бы еще вот на пляж пойти и там попробовать кого-то поймать. И так, и да, 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 удалось, удалось, друзья, поймать синего крокодила на свеклу. Вот, причем, друзья, вот видите, попался еще и на микрофонную стойку. Кто здесь у нас еще посвечивается. И вот красненьким посвечивается у нас хамелеон хвостун. Ну что же, очень приятно. Вот видите, все же, вот сработала подсказка наших подписчиков. Здорово пошел он на свеклу. Я вот вспомнил, что здесь на свеклу редко ложил. И вот попробовал, и действительно сработало. Итак, друзья, уберу вот эту микрофонную стойку. На нее он уже попадал. Вот, замечательно. Готово. И давайте-ка, друзья, еще раз попробуем обновить. И посмотрим, что из этого получится. Возможно, друзья, еще удастся привлечь синего крокодила. Итак, кто здесь у нас есть? Пока никто не посвечивается. Никто не посвечивается. Вот, ну, как-то вот так. Один раз удалось, а больше не удается. Итак, обновим и посмотрим, кто же еще попадет. Ага, вот. Подсвечивается вот у нас вот такая вот интересная леса. Серая. Ну вот, как-то вот так, друзья. Вот один раз удалось мне поймать крокодила, и больше не попадает. Еще вот то ли леса, да, это леса попала. Возможно, думал, может, это будет Лиссабон. Нет, это обычные леса. Но вот, видите, больше не попадает на свеклу, не хочет попадать. Давайте-ка, друзья, еще раз обновлю. Если не получится, положу кусочек свеклы. Вернее, положу место свеклы. Вот кусочек именно. Еще нужно будет попробовать, конечно, на суше. Ну вот, не идет, не идет. Поэтому, друзья, давайте-ка я заменю вот свеклу на суше, и посмотрим, что из этого получится. Итак, пошел-пошел обмен. Давайте-ка, открывай баночку с феромонами. Но это, друзья, мы уже будем делать в следующем видео. Наш Хэнк уже достаточно устал. Он сонный. Итак, я затянул немножко видео. Прошу за это прощение. Итак, друзья, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. А наш Хэнк пока будет прощаться. До встречи, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok